Всем большой привет! Всем здравствуйте! Спасибо большое, что зашли на это видео. Я была настолько увлечена заканчиванием своей косметики, что практически забыла о том, что в прошлом году я начала на своем канале такой небольшой формат статистики. Я обожаю такого рода видео и обычно смотрю их, немногие делают. Но если вам интересны различные статистические подсчеты, то на канале у Тани, канала Sweet Hobby Makeup, Татьяна, у нее тоже есть вот эти годовые различные косметические подсчеты. Именно по количеству использования она проводит практически подобную статистику. У меня она в этом видео будет немножко другая, но ссылочку на Таню я оставлю обязательно в инфобоксе внизу. Сегодня я предлагаю вам поговорить про мою статистику косметики за 2021 год. В прошлом году я делала такое же видео и оно было в формате собиралки-болталки. Мне понравился формат, как в прошлом году это получилось, поэтому в этом году я точно так же продолжаю. И про статистику хочу немножко подробнее объяснить. Я в этом видео считаю не пустые баночки, а я считаю именно то количество косметики, которое было куплено мной в этом году. Сколько различных категорий, сколько продуктов. Также я подведу такую вот больную тему, как стоимость. То есть я подведу финальную цифру, которая была потрачена мной на косметику в 2021 году. И я очень надеюсь, что я никого не затрону подобным видео. Я не призываю покупать столько косметики, я не хочу похвастаться. Я просто делаю это больше всего, наверное, для себя, для своего такого видеоучета, помимо своих книжных записей. И, конечно же, я надеюсь, что, возможно, кому-то это пригодится. Возможно, кто-то призадумается. Но я лично призадумалась о многом. И я, конечно же, желаю вам только самого приятного просмотра. Всем доброе утро! Я надеюсь, что я никого не смущаю таким своим видом. Я только что, как обычно, из душа. И у меня мокрая голова. В общем, это уже, наверное, становится традицией в этих видео. Также очень переживаю, что открытое окно будет кого-то смущать. Но я надеюсь, что не поедут очередные мигалки, машины, самолеты. И нас не побеспокоит это. Но так как на улице у нас немножко прохладнее, то я обожаю сейчас все-таки снимать с открытым окном. Это как-то гораздо легче. Давайте начнем. Из косметики у меня нанесен только уходовый крем. Сейчас у меня вообще в уходе небольшой разнобой. И, соответственно, это приводит к тому, что я опять немного высыпаю на своих чеках. Буду оттачивать свои навыки в формате собиралки-болталки. Хоть я и, в принципе, мультифункциональный человек. Благодаря своей работе у меня очень хорошо этот навык отточен. Но вот собиралка-болталка, да, такая новинка для меня. И поэтому я очень рассчитываю, что у меня все с каждым разом все будет получаться лучше и лучше. Так, приступаем. Я начну с тональной основы. У меня есть один новый жидкий тональник, но я решила приберечь его для другого видео. И поэтому хочу сегодня начать со своей старинки, которая есть в коллекции. Она сейчас у меня тоже в ходу. Это Fenty Beauty. Вот это вот 260 оттенок буду наносить на любимую кисточку от Real Techniques в 213 номере. И по ходу дела, значит, буду вам рассказывать. База никакой у меня нет, поэтому наношу сразу эту тональную основу себе на лицо. И также зону под глазами я высветлю вот этим вот консилером своим же от Pet. Тоже ничего нового не купила в последних заказах. И у меня здесь оттенок LM8. Ну, а расскажу я вам, что я купила нового. И, естественно, там будут просто... Да, когда я эти цифры стала считать, и мне немножко поплохело, но, да, уже вот я как бы вчера вечером их посчитала, сегодня мне уже отошло. Знаете, как если вот что-то вот с вами происходит, такое вот страшное, какая-то неприятная новость, ну, мой такой совет, как говорится, дня, не рубить с плеча, а немножко, ну, выждать время. И обычно я делаю так со многими делами, я просто выжидаю, и где-то на следующий день уже тогда мне как-то легче. Вот. Я, значит, пересмотрела свое видео предыдущего года. Во-первых, хочу сказать, какая я там была. Ну, не то, что я не стеснялась, но я была как-то очень... У меня какой-то странный был вид, не знаю, какая-то загруженная. Я в нем, в общем, была такая вообще вся суровая, но нет, все было нормально, просто как-то вот непривычно именно смотрелся тот кадр, и не очень-то просто те цифры уложились в мою голову, но я скажу, что в этом году мне надо было бы горевать, но не страшно. Я, значит, повторюсь, что я пойду именно по косметике, которую я купила, так как я веду учет. Вы, наверное, кто смотрит мой канал, знаете, в какую книжечку я все это заношу, как я это все делаю. И начать я хочу с самой большой категории, с самой крупной, которая возросла просто в космическом порядке. Я немного в шоке, что, конечно, у меня так получилось, но, наверное, этого можно было ожидать, так как у меня, не знаю, какой-то, я говорю уже, отношение к каналу очень сильно поменялось в этом году. Я не скажу, что у меня цель его монетизировать и с него жить. Нет, абсолютно, это просто мое хобби. Я даже не хочу брать, честно говоря, никакие вещи на пиар. И да, вот что я сейчас это отступление делаю? Ну, я скажу, да, что нигде этого никогда не говорила, но у меня нет цели быть блогером стопроцентно, и я это делаю просто в свое удовольствие. Мне есть на что жить, поэтому, как бы, пока для меня канал имеет чисто развлекательный характер. Но меня немножко смущает то, что я начинаю к нему как-то серьезнее подходить. Так, первая категория. Давайте по делу. Что я тут? А по делу я хочу сказать то, что категория в прошлом году, которая была номер один, если она была про палетки теней, то сейчас это все кардинально поменялось и вырвалось в лидеры категория однушек теней. Да, в этом году у меня просто произошел космически стремительный рост. Это просто была бомба-ракета, то число, которое я купила себе, вот этих вот однушек. Конечно же, нормальному человеку столько не надо. Это, в принципе, ну, как бы слишком много. Давайте я озвучу это число. 94 штуки. 94 штуки вместо 12 в прошлом году за 2020 год. Представляете, я только 12 купила. И 94 я купила в этом году. Это просто фантастика. Это на, если я правильно посчитала, на 82 штуки больше. Да, это получается, что я, конечно, ушла в какой-то полный разнос. Попытки моего ноу-бая, лоу-бая, они с треском провалились. Но, в принципе, вся эта категория, все вот мои цифры говорят о том, что провалился мой лоу-бай. И мне кажется, 20-й год, хоть я там и говорила, что ой, так много всего он скорее был похож на вот этот вот лоу-бай, нежели этот. Я продолжаю с закреплением этой основы. Под глаза буду наносить вот эту вот пудру, которая блюрищая от Pet Magrat. У меня здесь оттенок Medium. И на все лицо, на пушистую кисточку от Hakuhodo S104 я буду наносить вот эту свою новинку. Это Skin Fetish Sublime Perfection Setting Powder в оттенке Light Medium 2. Я ее открою, потому что она у меня вообще еще вот запечатана. Так, значит, 94 штуки. Я посчитала это не только мои однушки теней от Indie Brand, которые я поместила в палетки. И при инвентаризации, конечно, эта цифра не будет так заметна, потому что я ее как бы заувалировала в какую-то как палетку, скажем так. В общем, она так плавно у меня перетекла. Но из плюсов, мне кажется, было хорошо то, что однушек как бы в виде шайбочки, ну вот такого рода, как типа там однушка от MAC или ну какие-то там Hourglass, Charlotte Tilbury, вот как они выглядят. Я купила только три штуки. И это все три были от Victoria Beckham. То есть, в принципе, я не скажу, что я как-то сильно ушла в покупку вот таких вот достаточно крупногабаритных однушек. Поэтому, да, 94, конечно, такая не оправдывает меня категория, но все равно я рада, что попробовала многое. И это было именно из того, что я хотела. Это все были Indie Brands. То есть, я выбирала цвета, которые мне нравились. Я выбирала, ну, текстуры, которые мне нравились. И, в общем-то... Ой, смотрите, что тут происходит. Такой небольшой АСМР. В общем, мне очень понравилось то, что я набрала. Там, естественно, была масса теней от J.D. Glow, Terra Moon Cosmetics, Cleona Cosmetics. В общем, все вот это вот такое. Мне, конечно, нравится то, что у меня сейчас в коллекции есть. Я этим пользуюсь, с удовольствием беру эти тени. И, в общем-то, я, ну, как бы не жалею о потраченной сумме. Хотя, если так подумать, она была фантастически огромной. Тем временем, я закрепляю тональную основу, наношу эту пудру. Мне кажется, она немножко сдвинула вот здесь вот тональник. И у меня немножко появились мои прыщики. Ну, очень интересная такая вот. Я надеюсь, что я правильно делаю. Все летит во все стороны. Я тут скоро задохнусь от этой пудры. Но ничего. Продолжаю вести свой рассказ. После «Однушек теней» следующая категория, как ни странно, выбилась на второе место по количеству продуктов, купленных мной в 2020 году. Я все думала, что у меня будет в лидерах палетки теней, как и в прошлом году. Но не тут-то было. Следующая категория оказалась «Карандаши для глаз». Вы представляете? Да, то есть «Карандаши для глаз». В неимоверно неподъемном количестве каком-то я их стала набирать. Но на то были небольшие причины. Пудра, кстати, очень-очень мелкая. Она практически, конечно, невесомая и не перекрывающая. Хоть какой-то оттенок в ней есть, но я вижу, что она не перекрывает максимально. Ну, да ладно. Продолжаю с бронзером. На вот такую кисточку от «Costal Scents» набираю. Я хочу взять свою палетку, в которую крашусь. Это у меня «Ауэрглаз». Лимитка этого года. «Universe Unlocked». И я хочу вот этот бронзер сегодня задействовать. Вот. И, значит, объясню, почему «Карандаши для глаз». Кстати, в количестве 20 штук. Плюс 20 карандашей. По сравнению с предыдущим годом, в 2020 году, я, представляете, вообще не покупала карандаши для глаз. То есть, да, у меня не было ни одного. Но почему так вышло? Это потому, что я с достаточно хорошим результатом закончила очень много карандашей в том году. И в этом году у меня много тоже пустышек. Мне кажется, по сравнению с другими годами я никогда так много не заканчивала. Целенаправленно делала это специально, потому что у меня все мои карандаши были старые, очень старые. И они, конечно, уже подходили к своему сроку годности. Конечно, уже надо было что-то с ними делать, избавляться. Поэтому я их приняла решение брать в проект. И, соответственно, вот так вот их заканчивала. Теперь у меня все мои карандаши, кроме, наверное, одного-двух, новые. И 20 карандашей, это у меня большинство, наверное, будет от Вайкон, Марк Джейкобс. И плюс еще там другие разные лимитки, которые я тоже пробовала. Ну, мне просто хотелось, как бы, да, набраться карандашного опыта, посмотреть, как работают разные бренды. И, соответственно, я их покупала тоже по скидке, вот по распродаже. Не жалею, потому что рада, что эти 20 штук, которые теперь появились, они все практически новые. То есть мне теперь спокойно можно их красить в слизистую. Обычно я этого не делала, когда карандаш уже где-то года два в коллекции, я его не наношу на слизистую, потому что, мне кажется, это уже небезопасно, а частенько использую просто как в виде стрелочки или как базу под цветные тени. Так, румяна я хочу нанести вот на такую кисточку S110 от Hokuhodu у меня. И беру палетку свою новенькую, вот эту. Очень рада, что, наконец-то, я ее взяла. Pet Magrat Divine Blush Glow Trio. Хайлайтер я тоже отсюда возьму. Мне хочется набрать вот этот вот оттенок посередине. Это Desert Orchid. И хайлайтер у меня будет Golden Nectar. Вот. Так что продолжу. Хочу все-таки попробовать, как смотрятся эти румяна. Далее. Значит, категория номер три. Естественно, была предсказуема. И, в принципе, я скажу, что я даже немножко удивилась, что не так-то и плохо все было. Короче говоря, это была палетка теней. Да, под номером три у меня получается, по количеству моих покупок, это были палетки. Я посчитала и маленькие, и большие. То есть, все вместе. И у меня вышло 18. Ну, для кого-то, наверное, это... О, мама дорогая, что я сделала? По-моему, я себе поставила пятно. Да, очень пигментированные. Попробую сейчас их растушевать. В общем, палетки теней, конечно же, 18. Для кого-то это много. Но, учитывая то, что в прошлом году я купила 16, это всего лишь на две палетки больше, чем в прошлом году. И мне кажется, это, ну, как по мне, такая еще, наверное, плюс-минус посильная, скажем так, задача. Да, две палетки в этом году у меня благополучно ушли. Ну, конечно, это такое, опять же, не оправдание, но хоть какая-то ротация. Я, кстати, немножко вот здесь уберу, попробую эти румяна. Они даже не убираются, они такие яркие. Просто кисточка у меня здесь, остатки какой-то пудры были. Ну, да, я, конечно, себе поставила пятно, но я надеюсь, что я всем остальным как-нибудь это дело сглажу. Румяна очень красивые, очень как-то нейтрально смотрятся. Симпатичный такой вот у них сатиновый перелив. Возвращаясь к палеткам, значит, да, 18 много, но не знаю, я не думаю, что это прямо, конечно, какое-то максимальное число. Я думаю, что у других, возможно, даже больше. Я не покупала все релизы. И, естественно, были какие-то палетки, которые просто были как хотелки у меня давно. И я их, допустим, такие как Мадершип первая, вот эта Саблиминал, по-моему, я ее хотела. Вот палетка, которая красится, буду сегодня в Аристик Виксен тоже была из хотелок давних. И поэтому новинок у меня вышло, по-моему, только 9. Ну да, правильно, 9, потому что видео было про эти 9 новых палеток. Ну и, соответственно, мне кажется, 18, наверное, для того, кто ведет канал, возможно, и мало. Но для обычного человека, конечно, много. Хайлайтер буду наносить еще на одну кисточку от Костал Сенс. У меня такой лепесток. Да, попробуй аккуратно, потому что, судя по всему, все очень пигментированное. Дальше, значит, вот это был топ-3. Однушки теней, карандаши для глаз и палетки теней. Далее пойдут категории, допустим, которые у меня были куплены по 9 штук. Вот, то есть у меня 9 продуктов в каждой из этих категорий было куплено за 2021 год. Вот, номер один, это хайлайтеры. И хайлайтеров, да, почему-то стало очень-очень много. В прошлом году я купила всего лишь 7. Вот, хотя мне кажется, я в прошлом году просто была такая аккуратная, все так аккуратно старалась покупать. По-моему, он достаточно симпатичный, но он мне подчеркивает текстуру. Ладно, продолжаю. Хайлайтеры были куплены мной в основном, вот, большая масса, это в палетках. То есть вот я покупала 2 палетки, они принесли мне вот такой вот прирост. Я не скажу, что я покупала однушек много, может быть, сколько, наверное, парочку. И, да, проблема вышла вот в прибавлении румяных хайлайтеров. Это палетка Дарья от Наташи Диноны. Там сразу 3 штуки хайлайтера и 3 рефила румян. Плюс, допустим, вот эта вот палетка тоже, как я считаю, отдельно вот это хайлайтер, отдельно вот это бронзер. Сразу она мне принесла еще 2 сегмента румян. И получается, что вроде как немного было куплено мной единичных именно хайлайтеров, но по факту, конечно, 9 штук это многовато. Я не помню, сколько я закончила еще. Финальные цифры будут впереди, поэтому буду уже тогда, наверное, какие-то выводы делать после видео о пустышках декоративки за год. Ну что, мне кажется, достаточно симпатично смотрится, но, естественно, тут все подчеркнуто. Это мне не нравится. Ну ладно, я уже продолжу. Так, немножко вас приблизила и продолжаю, наверное, уже с глазами, так как лицо я подготовила. Значит, продолжаю. Я с категории в 9 штук и наношу свою базу от P.Louise. Это у меня оттенок 02 Rumor. Буду растушевывать вот такой вот кисточкой от Real Techniques. Румяна и хайлайтеры, а также помады были куплены в количестве 9 штук. И несмотря на то, что хайлайтеров прирост произошел в количестве плюс 7, то румяна и помады тоже не остались в стороне, потому что румяна куплено 9 было штук, а в прошлом году, в 2020, я всего лишь приобрела, представляете, одни. Я в шоке, я приобрела одни румяна, да. И, то есть, соответственно, на 8 увеличилась эта цифра. Ну, а с помадами немножко по-другому, потому что в прошлом году я купила 6, то есть это плюс 3. Короче говоря, максимальнее всего выросли хайлайтеры и румяна, потому что вот да, я держалась, видимо, как могла. Ну, не знаю, помады 9-то тоже много за этот год. Ну, и в 6 в прошлом году, мне кажется, я, если учитывать где-то 4 помады, точно могу за год истратить. Вроде как в этом году я даже постаралась побольше. Все равно у меня большая коллекция. Это продукт, который быстро может испортиться. И, конечно, это все очень плохо, что я так закупаюсь этими всеми средствами. Надо мне, да, быть аккуратной. Но, повторюсь, румяные хайлайтеры проблема вышла именно в покупке как минимум двух палеток для лица. Но я, в принципе, не жалею, просто, да, как бы, вроде как хотела уменьшить свою инвентаризацию категории, но пока что-то ничего не получается из этого. Дам немножко сейчас подсохнуть и покажу, что буду использовать на глазах. И палетку для глаз я хочу взять вот эту вот красотку. Мне она очень-очень давно уже нравилась. Это Pat McGrath, Voyeristic Vixen ее, достаточно популярная. Прямо она давно мне маячила. Я на YouTube смотрела столько обзоров, и здесь очень красивая гамма. И я уже красилась ей пару раз. Абсолютно не жалею, что, конечно, я ее купила. Она просто суперская. Так, надо мне ускоряться, что-то здесь очень долго болтаю. Самый светлый оттенок, вот этот вот верхний, я буду наносить под бровь и во внутренний уголок глаза. Далее матовым буду простраивать свое веко. И в помощь мне пойдет вот эта вот кисточка уже в этом оттенке. Это Refor 02. Очень ее люблю. И да, сейчас я беру Sony G Worker Pro. В общем, так вот буду идти, простраивать веко и сияшку, естественно, наносить на центр. В общем, все увидите. Про шесть категорий мы с вами поговорили. Давайте поговорим про следующую, седьмую категорию по убыванию. И это будут сухие тональные основы. И здесь у меня произошла вообще какая-то кардинально другая ситуация. Потому что, оказывается, в 2020 году я купила 15 сухих тональных основ. Да, я и закончила 12 в прошлом году. Ну и, в общем, 15-то купила. Но в этом году я была молодец. Это, наверное, единственная категория, которая поддалась такому более-менее разумному употреблению. Я купила всего лишь 8. То есть, это на 7 меньше, чем в прошлом году. И 8 основ, они у меня до сих пор, в общем-то, где-то тут вот используются, сохранятся. Я их часто, да, как вы знаете, наношу. И поэтому, в принципе, не жалею, что такое количество было куплено. Эта категория очень подвижная. Она максимально хорошо у меня идет. Абсолютно не жалею о покупке вот этих вот 8 сухих тональников. Следующая категория идет туши. Тут тоже, я не знаю, черт меня дернул. Но мне кажется, проблема была в том, что я по своим записям вижу, что в апреле я поехала в Европу. Вот, я поехала домой, в принципе. И там я что-то разошлась. У меня было вообще там, у меня чуть ли не 2 страницы было заполнено моими покупками. Разошлась я в том плане, что я очень сделала большой заказ от Кика. Далее Вайкон я сделала большой заказ. В то же время я купила немного Берновичей. И там вообще по мелочи я кучу всего набрала. Туши я брала, как будто я живу последний день. Я набрала Лореаль, я помню, штуки 3. И Maybelline сразу 3 Sky High. И, в общем, вот так вот это все и выросло. Поэтому туши плюс 7 в этом году. И получается, в прошлом году, кстати, ну не так страшно, было 6 куплено мной. То есть это на одну тушь как бы больше. Но, опять же, повторюсь, это продукт, который очень хорошо расходуется. Я набираю коричневый. Надо им очень аккуратно, кстати, работать. Он нереально пигментированный. И его сложно тушевать. В отличие от других палеток Pet, он мне залипает пятнами. И поэтому здесь надо немножко аккуратнее замолкнуть. Сейчас я прострою век и тогда уже продолжу рассказ. Продолжаю со своим рассказом. Следующая категория, что я купила после туши. Было куплено 6 средств. И это жидкие тональные. Я это говорю и просто вспоминаю, как раньше я вообще не покупала жидкие тональники практически никогда. Я никогда ими не пользовалась. Ну как бы я пользовалась их, наверное, на заре своей косметической, ну не карьеры, а увлечения. И потом я просто забросила это дело. Вообще не пользовалась ими. Так, сейчас я буду пытаться это все растушевывать. Я тут все такие новые, как говорится, осваиваю техники. Выглядит пока ужасно, но сейчас вы все увидите. Так, значит, жидкие тональники. 6 штук. В прошлом году было куплено только 3. И это на 3 больше. Но в свое оправдание я хочу сказать, что я пользовалась. И я закончила, по-моему, 2 в этом году. То есть они у меня в принципе идут. Я их использую. Неплохо это все мне дело нравится, как они у меня и на лице работают. И неплохо смотрится вроде как кожа с ними. Да, но в жару мне, конечно, иногда трудновато с плотными такими тональными ходить. Поэтому я со своей жирной кожей как-то бы люблю что-то такое полегче. Но и так же, чтобы это перекрывало. Поэтому частенько я пользуюсь именно сухими тональниками. То есть пудрами. Мне как-то вот да, это больше нравится. Но опять же, это такие предпочтения. То есть я не призываю никого покупать. И эта категория, она у меня появилась всего лишь в прошлом году. Вот я про тональники, про эти. И в общем-то, как бы она пока вроде со мной есть. Я надеюсь, что у меня ничего не испортится. Я стараюсь их задействовать. Вот даже как сегодня. И в принципе, я все тональники свои очень люблю. То есть просто у меня есть какие-то более темные, есть какие-то более светлые. Я не знаю, там, наверное, на камере будет видно. Я пытаюсь простроить вот себе форму. Но просто эти тени, да, они вот залипают. И я пробовала на других еще, на другой базе. Но да, не получается у меня как-то вот с пэт. Мне нравится, что можно наслаивать, углублять. Это, конечно, у пэт такая хорошая как бы фишка. Но вот именно вот эта формула, я не знаю, какая-то новая матовых. У меня нет такой проблемы с палетками. Да, простим, саблиминал такого не было. Но вот здесь и нет, кстати, с ютопи. А вот в этой почему-то у меня этот коричневый. Он становится розовым. И он, к сожалению, да, вот, наверное, пятнит. И я думаю, что это будет видно. Вообще, ухожу в какие-то дебри. Значит, жидкие тональники 6. И такое же число, это были бальзамы масла для губ. Очень странно. Но, в принципе, как бы, это такая, наверное, категория больше уходовая. Я тоже не покупаю никакие там особо бальзамы для того, чтобы ими пользоваться постоянно. То есть у меня просто когда-то что-то покупается. И, возможно, эту категорию вообще можно было исключить. Но почему-то я ее в декоративку отношу. И бальзамы я использовала много тоже в этом году. И в прошлом я купила всего лишь 2. То есть на 4 больше я купила в этом. Но, мне кажется, я с прошлого года вот закончила штуки 3 точно. Сейчас смогу назвать. Помню масла от Кика. И получается, что, конечно, категория хоть и выросла, но она тоже подвижная, тоже мной используемая. И мне она, конечно же, нравится. Не считаю, что 6 штук это много. То есть за год они, скорее всего, большинство из них закончится. Вот категория, которая вряд ли так быстро закончится, это будет следующее. И это будут пудры для лица. Я купила 5. И как-то интересно, 5 было куплено и в 2020 году. То есть у меня, в принципе, такое произошел одинаковый, как говорится, прирост. Ничего не поменялось. Мне кажется, я считала эти пудры в основном, это, конечно, палетка от Hourglass. Это в ней, по-моему, содержалась как минимум одна пудра. Метеоритов в этом году, мне кажется, я не покупала. Но, скорее всего, где-то какие-то пудры... А, все, я вспомнила, да. Все вот эти пудры, я назвала их как бы пудрой для лица, но это именно вот эти финишные закрепляющие пудры, закрепляющие жидкие тональники. Они возросли, потому что, опять же, категория с тональниками выросла. И, соответственно, я стала пробовать пудры. Здесь, кстати, из этих 5 много миниатюр или тревел-версий. Поэтому я тоже не переживаю, что они у меня пойдут закончиться. Нет особо метеоритов. Повторюсь, в этом году, по-моему, вообще я их не покупала. Я надеюсь, там вообще нормально, что, мне кажется, все равно как-то вот плешивит. И поэтому, да, с метеоритами, в общем, немножко легче. В том плане, что, конечно, 25 продуктов куда сложнее закончить, чем пудру 6-граммовую, допустим, от Huda Beauty. Ну и эта категория тоже меня особо не напрягает. Хоть, наверное, да, надо ее немножко сократить. Дальше еще 5 штук было куплено ресницы. Тоже вообще в прошлом году вообще, кстати, ресницы не покупала. Что со мной стало с этими ресницами, я не знаю. Куда-то меня понесло в ресницы. Опять же, наверное, это было связано с каналом. Так, хочу взять такую кисточку бочонок и просто попробую пройтись по краям. Вроде как я форму простроила, но вот с этой тушевкой... Да, извините, вот кого я задеваю чувства со своей тушевкой, я не профессионал, я просто самоучка. Я хочу пойти на какие-нибудь курсы, но пока просто у меня нет времени. И понятно, что, скорее всего, мне надо пойти на какие-нибудь курсы онлайн, потому что по-другому я никак не попаду. Здесь у нас в Бахрейне такие специалисты, хоть стой, хоть падай иногда, как посмотришь, что они там делают. Если только с Самар Кузами приедет, я бы, конечно, с удовольствием сходила на его курс. Ну ладно, отступление опять. Так вот, возвращаясь к ресницам. Я не покупала ресницы, и я их мало ношу. Пять штук я купила, но это, по-моему, были покупки в основном в январе. У Makeup Geek были распродажи, соответственно, я вот закупалась ресницами. И также я покупала и ресницы от Huda на распродаже в Sephora. И, в общем-то, где я могла, я их покупала. И они у меня так спокойно, эти ресницы все везде валяются. Поэтому, да, категория такая вроде не маленькая, но пять штук, наверное, более-менее нормально, учитывая то, что парочку из них я закончила. Все, я думаю, хватит мне малевать мою форму уже как есть. Я хочу продолжить с вот этим невероятно красивым бронзово-таким талпово-холодным оттенком. Я буду наносить его на внутреннюю часть и вот сюда. И потом вот эту самую блестяшку. Хочу воспользоваться своей новинкой, посмотреть. Я пробовала из палеток Mothership 5, хорошо сидела. Но сегодня беру вот этот JD Glow. Это Glitter Stack Adhesive. Очень мне понравилось, гораздо больше, чем другие средства. Ну, в общем, давайте продолжим. По четыре средства я купила четыре базы под тени, четыре бронзера и четыре блеска для губ. Тоже, конечно же, немало. Базы под тени, ну, это на три больше, чем в прошлом году. В прошлом году я купила всего лишь одну базу. Ну, и то, потому что я, я говорю, я пыталась как-то вот, видно, очень экономить. И, в принципе, у меня это получалось в прошлом году. И можно даже год назвать реально low buy. А этот у меня, конечно, такой вот вообще никакой low buy. Потом бронзера, опять же, это была вот эта покупка палетки, плюс покупка Glowish, плюс где еще бронзеры были. Мне кажется, наверное, так какие-то. А, Fenty Beauty, вот этот Indosan я купила. То есть они немножко у меня стали подрастать, мои бронзеры. Но я скажу больше, что я как бы некоторые закончила и даже несколько закончила этих бронзеров. Это меня радует. И поэтому прирост четыре. Это на три больше, чем в прошлом году. В прошлом году я вообще большая молодец. Я только один бронзер купила. Интересно будут, да, мои вообще цифры по инвентаризации. Кстати, напишите, пожалуйста, интересно ли вам будет посмотреть мою инвентаризацию январскую такую. Я сперва думала ее просто сделать, как бы без видео самой. Посчитать полугодовую. Но я вот сюда на руку наношу. Если будет большой интерес, я, конечно, сниму полугодовую. Я просто переживаю, что я вас буду немного как бы грузить своими этими постоянно цифрами. Что если я бесконечно буду показывать вам свою косметику и эти цифры, и эту полнометражку, ну уже, наверное, никто не захочет меня смотреть. Обязательно дайте мне знать. Если вам интересно, я тогда, да, сниму инвентаризацию как бы в январе, возможно. Так вот, я надеюсь, да, что в этой инвентаризации, конечно, количество бронзеров хоть как-то сдвинется. Ну, я рассчитываю, что эта категория тоже скоро станет достаточно подвижной. Буду набирать этот оттенок на палец и наносить на верхнее веко, потому что иначе, мне кажется, он не очень хорошо работает со всякими кистями. Последняя, значит, из этих вот четырех, то есть всего по четыре, как это, все по евро, тут все по четыре. Блеск для губ. Опять же, тоже абсолютно ненужный мне продукт, но я купила четыре, и это на три больше, чем в прошлом году. То есть, получается, как бы вот в прошлом году тоже я один блеск купила. Их у меня много. Плюс, зачем сейчас эти блески, так как идут масочные режимы постоянно. И, конечно, да, ну, не знаю. Но меня сподвиг на покупку этих четырех блесков наборчик от Pet Magrat. Его я купила с тремя миниатюрами, и, соответственно, это и был вот мой прирост. Мне кажется, какой-то еще там блеск я купила. Это что-то было вообще уже третье-другое. Я там даже не вспомню сейчас, но, видимо, да, какой-то меня блеск еще там смутило. Я его купила. Ну, как бы, наверное, блески тоже достаточно хорошо могут быть использованы, поэтому я не особо горюю, так как больше меня напрягает, наверное, их объем. Вот Victoria's Secret блески я больше точно не беру. Там 13 грамм, и это очень сложно заканчивать. Ну, а миниатюрки от Pet – это легкие продукты, и почему бы нет? И я, в принципе, рада, что я их попробовала, так как качество реально очень-очень хорошее. По-моему, все супер. Мне вообще не заживала века. Я скажу, это надо внести в фавориты года. Это мега-классная вещь от J.D. Glow. Я нереально рада, что я попробовала ее. Все прилипает, практически нет осыпаний, просто дико классная штука. От души рекомендую для спарклов, для глиттеров. И для всего прочего. Ну, а я продолжаю с нижним веком. И на нижнее веко, на такую вот тоненькую кисточку, это у меня Refere 23, я буду наносить немножко вот этого оттенка красивой. Здесь, конечно, палетка практически одного макияжа, но нереально красивая. Мне очень нравится, как это все получается. Мне кажется, она вообще супер, супер достойная. Далее, значит, у меня идут по три, то есть все по три. По три было куплено глиттеры-спарклы, также средства для бровей и лайнеры-подводки. Вот. Ну, в принципе, наверное, опять же, достаточно подъемно, по три штуки в год. Вроде бы не страшно. Глиттеры я покупала, опять же, из заказа от Makeup Geek. Там вот эти вот спарклы были. Они были по прекраснейшей цене, чуть ли не по 2-3 доллара. Я просто ими затарилась, потому что я знаю, что я их очень люблю, и мне нравится качество. Я вообще обожаю многие продукты у Makeup Geek. И это получается на три, опять же, штуки больше, чем в прошлом году. Я не покупала, кстати, ничего. То есть я не покупала ни глиттеры, ни ничего для бровей, ни подводки лайнера в прошлом году. И все, по три вот так вот увеличилось. Ну, брови, как бы, да, это мое больное место. И я до сих пор пытаюсь научиться с ними как-то совладать. Покупаю разные средства, но не скажу, что пока нашла свой идеал. Подводки лайнеры тоже все в ходу. Я практически, по-моему, закончила. Нет, одна осталась подводка от KIKO старенькая. Все остальное у меня уже идет новое. И очень рада, что купила вот эту новинку. Tom Ford и его двойной такой вот лайнер, как бы, с двухсторонней. И я как раз сейчас буду себе рисовать стрелки. Я, конечно, не знаю, как я буду говорить, но начну, попробую, посмотрим. Дальше продолжу по оставшимся еще буквально трем категориям. Значит, консилеров я в прошлом году купила два. И это реально была тоже очень для меня большая победа, потому что в двадцатом году я купила семь. И, соответственно, на пять меньше. Я вообще как-то в этом году меньше стала пользоваться консилерами. Мне кажется, я вот перешла на жидкие тональники. И, соответственно, консилеры мне перестали быть нужны в таком вот объеме. Поэтому, да, как бы два консилера за год, я считаю, это хорошее число. И по одному у меня была куплена база под макияж. И в прошлом году, в двадцатом, ее не было вообще. То есть она плюс одна. И кремовые тени. Тоже был такой вот какой-то у меня порыв. В Кико, я помню, купила эти кремовые тени. В прошлом году я не покупала эту категорию. Я ее тоже стараюсь максимально вывести. Она мне абсолютно не нужна. Я практически ей не пользуюсь, так как пользуюсь карандашами. Плюс одно средство за год, ну, еще более-менее. Надеюсь, в следующем году я выведу вообще их напрочь. Так, сделала две направляющие. Сейчас буду тут заполнять. Надеюсь, вам понятно, как я рисую свои криворульки. Я не профессионал. Я сразу повторюсь, я не умею красиво рисовать. Они у меня постоянно выходят разные. Но с этой подводкой, я говорю, реально, она мне сделала большое дело, что она помогает нереально прокрашивать мои новейшие веки. Ну и все. Завершающая, ребята, категория. Хорошо, я так уложилась, по-моему. Это будут ноль зеро. Вообще я не покупала. И это будут карандаши для губ. Да, тоже такая вот моя боль. Я раньше часто их брала. Слава богу, я в этом году отошла от них. Потому что, ну, тоже не вижу, как бы, как говорится, пользы. Практически их не использую. Карандаши эти. Они у меня редко в ходу. И, соответственно, да, не вижу смысла их так часто покупать. Когда, конечно, захочется что-то, я куплю. Но, в принципе, я могу обойтись и без карандашей. Я рада, что не было ничего из карандашей для губ. И в прошлом году я купила всего лишь один. Ну, это как бы нормально, я считаю. Плюс один. Мне кажется, я и закончила в этом году достаточно много их. Думаю, что пока категория-то остается такой неизменной. И это хорошо. Также сейчас я накрашу ресницы. Хочу попробовать еще свою новинку. Cat 1D Go Be or Go Home. Вот эту вот тушь. Встретимся с вами сейчас буквально через секунду. Ну что, ребят, я собралась. Вот так вот выглядит мой завершенный образ на сегодня. И я добавила также себе помаду. Взяла вот эту вот от Nars. Она хоть и не особо новая, но, в принципе, куплена в этом году. У меня здесь оттенок Касабланка. Очень мне нравится этот красивенный такой вот оранжевый цвет. Прикольно выглядит. Надеюсь, что он сюда вписывается. И приглашаю вас послушать финальные цифры. 221 средство в общей сложности я насчитала. Столько было куплено. Это учитывая однушки, палетки. Но не учитывая, как бы, палетки для лица. То есть, именно в палетках для лица я считала каждый продукт по отдельности. Вот. Ну, в итоге, как я обычно это делаю, и цифра у меня вышла 221. Это фантастика, сколько много. К примеру, в прошлом году я купила всего лишь 79. Вот. 79 косметических средств у меня было куплено. И, конечно, на тот год мне казалось, что это очень много. Но сейчас я понимаю, что эта цифра просто вот так вот, да, как говорю, как ракета взлетела. Это крайне много. Но, повторюсь, я не жалею. И также, не знаю, я долго думала, говорит ли мне эту цифру. Но потом подумала, что в прошлом году я все-таки ее озвучивала. И в прошлом году мной было потрачено на косметику 1894 евро и 13 центов. И в этом году моя цифра возросла на 1697. евро и 83 цента. Я подпишу финальную цифру. Я очень переживаю ее озвучивать. Мне кажется, не все это поймут. Но я повторюсь, что я на косметику зарабатываю сама. Я не живу в долг. Я не страдаю от потраченной этой суммы. Я вполне себя хорошо чувствую. Это мой бюджет. Он абсолютно не связан с семейным бюджетом. Поэтому, да, я как бы считаю, что я могу себе это позволить. Конечно, это много для обычного человека. Но, к сожалению, такие реалии, люксовая косметика, тем более, стоит больших денег. И я уверена, что блогеры тратят гораздо большую сумму, чем я. Как минимум, мне эта косметика приносила большое удовольствие, много радости. Я рада, что я набралась хорошего косметического опыта за год. Возможно, даже он был куда круче, чем мои другие года и моя другая косметика, которую я тоже пытаюсь задействовать максимально на своем канале. Не хочу никого обидеть. Я абсолютно не хвастаюсь. Я просто для самой себя подвожу этот подсчет. И да, сумма эта озвученная действительно просто, наверное, больше даже как для меня, как такое сравнение. Помимо всех своих подсчетов, я все-таки веду еще такой вот как бы подсчет, наверное, в видеоформате у себя на канале. Все. Не буду больше вас задерживать. Большое спасибо, что досмотрели, если кто продержался до конца. Ну, а я, конечно же, с вами на этом не прощаюсь. Мы увидимся с вами в следующем видео, которое будет, наверное, самым долгим по подготовке. Это видео о моих косметических пустышках за год. Хочу пожелать вам прекрасных подготовлений к празднику. Всем самого хорошего новогоднего настроения и только самого-самого крепкого здоровья. Я с вами не прощаюсь. Скоро увидимся. Всем пока.